Уважаемые гости, компания Кодерлайн приветствует вас на нашей сегодняшней встрече. Тему встречи вы видите на экране. Это экономическая обоснованность и деловая цель сделки. Вы видите на экране наши контакты, то есть адрес телефона, электронная почта, телефон, телеграм-контакты и адрес нашего сайта. Мы будем очень рады оказать вам любую помощь, то есть вы можете задавать какие-то вопросы любым удобным для вас способом. В этом случае мы сможем более предметно вам ответить уже касательно вашей конкретной ситуации. Ну и соответственно будем рады предложить любые услуги, которые касаются работы с семейством, с программами семейства 1С. Итак, программа нашего вебинара. Тема в принципе достаточно не новая, ей уже более 17 лет, но тем не менее, к сожалению, она до сих пор очень актуальна. Значит, поговорим мы о том, когда, в каких случаях нужно доказывать деловую цель сделки, как готовить и проверять первичные документы, которыми вы будете защищаться. Ну, соответственно, арбитражная практика. На самом деле не все так печально, потому что сейчас есть возможность и защититься, и доказать, что вы белые пушистые. Ну, то есть не все так однозначно, как было, допустим, в начале. Как защитить себя бухгалтеру, то есть как подстелить себе соломки, и что нужно подготовить, чтобы вам не пришлось в суде отстаивать свою правоту. Соответственно, поговорим мы и про настройки, которые нужно сделать, и затронем еще дополнительные сервисы и отчеты. Наша сегодняшняя встреча будет построена таким образом. На слайдах мы будем смотреть, так сказать, нормативную информацию. Потом мы будем переключаться на демо-версию программы 1S ERP. Сейчас я туда переключусь. На программе будем смотреть и руками трогать то, о чем я буду рассказывать. Ну и, собственно говоря, снова будем возвращаться к слайдам и разбирать разные спорные ситуации. Итак, я думаю, что, в принципе, вам всем знакомо словосочетание и деловая цель сделки, должная осмотрительность, и налоговая выгода, и необоснованная налоговая выгода. С чего, в принципе, все началось. То есть понятие как таковое необоснованной налоговой выгоды нет ни в налоговом кодексе, ни в каких-то других нормативно-правовых актах российского законодательства. Но, несмотря на отсутствие определения как такового, то есть как термина, термин необоснованная налоговая выгода активно применяют налоговики, ну и суды, соответственно, судьи для определения неправомерного характера экономии на налоговых платежах. Первоначально вопрос о налоговой выгоде рассматривал и систематизировал Верховный арбитражный суд Российской Федерации. Судьи ввели такое понятие налоговая выгода, а также перечислили случаи, когда налоговая выгода может быть признана необоснованной. Это постановление было от 2006 года, номер 53, и в свое время вызвало достаточно большой ажиотаж среди налогоплательщиков. То есть было очень много и возмущенных отзывов, и, соответственно, критики этого постановления. Но, тем не менее, оно было принято, и на него налоговики ориентировались достаточно долгое время. Через 11 лет после вывода суда в налоговый кодекс была внесена новая статья 54.1. Это пределы осуществления прав по исчислению налоговой базы и или суммы налогов, сборов и страховых взносов. Это было уже не постановление суда, это был уже федеральный закон, который датирован 2017 годом, а данная статья, то есть 54.1, вступила в силу 19 августа 2017 года, то есть через месяц после принятия закона. Поэтому теоретически инспекторы должны руководствоваться этой статьей в ходе налоговых проверок, которые назначены после этой даты. Но, к сожалению, на тот момент, с момента принятия постановления Верховным судом и до момента принятия самого закона, было достаточно много противоречивой арбитражной практики. То есть основные цели сделок с точки зрения фискальных последствий делятся на два вида. То есть это может быть экономическая необоснованность, то есть нужно доказывать деловую цель сделки и налоговая экономия. Собственно говоря, защищаться против таких обвинений можно единственным способом. Это правильно и полно оформлять документы, которые снижают налоговые риски и помогают избежать признания сделки недействительной. Особенно, если это дело касается именно реальных поставщиков. Однако претензии инспекторов, даже если это у вас была реальная сделка, к сожалению, избежать невозможно. Особенно, если контрагент признан недобросовестным. На сегодняшний день самая распространенная претензия налоговиков – это претензии, которые связаны с наличием в финансово-хозяйственных отношениях компаний проблемных поставщиков. То есть что значит проблемных? Это значит, что либо компания, с которой вы работаете, не отчитывается в налоговую инспекцию, не уплачивает налоги. Чаще всего это касается НДС. То есть еще имеет какие-то нарушения. Особенно с учетом того, что в 2021 году было принято постановление, по которому налоговики могут признать отчетность компании непредоставленной. И в этом постановлении есть целый список ситуаций, в каких случаях такое признание может иметь место. И в число таких критериев входит недостоверность подписей. Например, если отчетность подписана дисквалифицированным лицом. Если отчетность подписана лицом, про которое предоставлены недостоверные сведения. Например, сведения о паспортных данных директора отличаются от сведений, которые размещены в открытом доступе. То есть в игре, в игре. К сожалению, такая ситуация бывает очень часто. И связана чаще всего с невнимательностью или с плохой организацией работы кадровых служб. То есть, например, человек поменял паспорт по возрасту или заключил брак и сменил фамилию. А сведения об изменении не были поданы своевременно в регистрационные органы. Ну и, естественно, есть ситуации, когда заведомо используются фирмы-однодневки или какие-то технические компании. Ну, собственно говоря, арбитражная практика сейчас достаточно однозначна. То есть, если вы смогли доказать, что у вас сделка не виртуальная, а имела деловую цель, реальная. И поставщик, например, услуг или товаров, с которыми вы работали, на самом деле белый и пушистый. То в этом случае судебные решения будут в вашу пользу. Ну, в противном случае, естественно, налоговики выиграют. Здесь очень важно использовать хорошую доказательную базу. И основные, скажем так, три кита, на которых такая база строится, это исследование товарных потоков. То есть, нужно доказать, что товар действительно куда-то перемещался, куда-то перевозился. Ну, то есть, имело место движение товароматериальных ценностей. Второе – это исследование денежных потоков. То есть, что за товары были произведены оплаты, например, какие-то авансы. Что за перевозку, например, перевозчикам этих товаров, если это были товары, были оплачены деньги. Ну, то есть, так сказать, косвенные признаки. Ну, и основное – это самые, в общем-то… Такой серьезный аргумент – это установление взаимозависимости между юридическими лицами, которые осуществляют сделку. То есть, что это не аффилированные лица, что сделка была проведена по реальным ценам, что она сделана не только ради получения налоговой выплаты, налоговой выгоды, а вы, например, что-то произвели из завезенных товаров, использовали в каких-то, может быть, внутрихозяйственных целях и так далее. На основании 54-й статьи, то есть той, про которую я уже говорила, сделкой, основная цель которой – неуплата или неполная уплата налогов, к сожалению, сейчас все стало могут признать любую сделку, необоснованную с точки зрения предпринимательского риска и несвойственная деловому обороту. Ну, например, вы торгуете зажигалками, а приобрели самолет. Особое внимание налоговики уделяют сделкам с участием компаний, которые имеют льготы какие-то, то есть льготное налогообложение. То есть либо применяют спецрежимы, либо по виду деятельности имеют льготы, например, IT-компании. Единственное исключение – это инвестиционная деятельность, поскольку она сама по себе имеет в качестве деловой цели извлечения прибыли. Поэтому судебной практики с участием инвестиционных каких-то сделок достаточно немного. Как доказывать реальность сделки? То есть реальность операции по приобретению, дальнейшей перепродаже или использованию с производством могут подтвердить на самом деле достаточно простые документы. Здесь не надо каких-то сложных математических выкладок. Достаточно качественно оформлять складскую докумендацию, то есть что товар пришел, на него были оформлены, например, приходные ордера или проведены какие-то лабораторные анализы при приеме этого товара. Были составлены документы, книги покупок и книги продаж. Если мы говорим с вами про НДСный товар, были оформлены внутри заводские документы, например, перемещения между складами, передача в производство. Маршрутные карты. Если это было, например, какое-то вторсырье, то есть купили какие-то материалы, например, металл, получили обрезки и сдали их на вторсырье. Также в качестве подтверждения могут выступать, например, пропуска, которые выписывали для пропуска на территорию предприятия водителей, экспедиторов, ну, то есть каких-то сотрудников, которые осуществляли сопровождение такого груза. То есть, в принципе, как видите, здесь нет ничего очень сложного. Здесь необходим только четко построенный документооборот, ну и, соответственно, контроль за его оформлением и своевременностью. Потому что очень часто получаются ситуации, когда хотели доказать реальность сделки, а, например, предоставили документы, когда приходный складской ордер на склад оформлен раньше, чем товар выпустила таможня или какие-то такие откровенные шляпы. Соответственно, для того, чтобы, когда к вам возникнут какие-то вопросы, вы могли собрать быстро доказательную, так сказать, базу, то нужно понимать, что вам при этом нужно доказывать. Доказывать нужно, во-первых, что хозяйственные операции, которые вы документами сопровождаете, реально имели место. То есть, что у вас есть накладные, акты выполненных работ или акты услуг, какие-то отчеты, может быть, экспедиторов, агентов. Ну, то есть, чтобы шло сопровождение сделки нужной документации, чтобы были указаны номера документов, даты документов, были оформлены заявки, например, заявка на закупку, заявка на выполнение каких-то технических работ. Ну, и в зависимости от предмета договора, который фирма заключает с какой-то компанией, с каким-то контрагентом, будут отличаться пакеты документов, которые вы должны будете собрать. Ну, есть и общая, если можно так выразиться, первичка, которая поможет вам доказать реальность сделки, а не только, что она была сделана для получения налоговой выгоды. Ну, во-первых, у вас должен быть договор. К договору должны быть приложения, ну, соответственно, согласование ассортимента, поставки, согласование маркировки, ну, то есть, какие-то сопровождающие документы, возможно, упаковочные листы. То есть, все, что может подтвердить реальность ваших намерений. И чем подробнее вы опишите в таких документах какие-то характеристики товаров, возможно, укажите сертификаты, спецификации, ну, то есть, максимально подробную информацию, тем больше шансов отбиться от претензий налоговиков. Во-вторых, это в обязательном порядке, если у вас компания на основе, то это наличие счета фактуры. Поскольку, в принципе, мы все знаем, что сейчас счета фактуры выпускаются в электронном виде, и, соответственно, в электронном виде подается отчетность налогового органа, то, соответственно, полученный счет фактура пробивается достаточно быстро по электронным каналам, и это подтверждает то, что фирма-поставщик реально существует и реально работает с НДСом, например, уплачивает его, сдает отчетность и так далее. Ну и, в-третьих, это, естественно, платежные документы. Вы здесь обратите внимание вот на что. В назначении платежа по платежным документам в обязательном порядке должны быть указаны реквизиты договора, по которому вам что-то поставляют или оказывают какие-то услуги. Должно быть указано, ну, естественно, то юрлицо. Раньше достаточно часто использовалась, например, оплата по письму, что компания такая-то просит оплатить счет задолженности на такой-то расчетный счет, то есть на имя третьего лица. Сейчас такие сделки сразу, такие платежи сразу попадают под очень пристальное внимание, и банк может отказать вам в осуществлении такого платежа. Также необходимо подготовить пакет документов, которые подтверждают, что у контрагента имелись технические средства, люди, материальные ресурсы, которые необходимы для исполнения условий. То есть если вы пишете, что вы получили от компании, например, там 50 тонн угля, а у вас числится один единственный работник, директор, нет ни складских площадей, ни договора аренды на складские помещения, то доказать то, что это реальная сделка, вам будет достаточно трудно. Подтвердить наличие ресурсов можно также при помощи... Обычно сейчас при заключении договора очень многие компании просят предоставить договор аренды на помещения, где осуществляется деятельность, список лиц, которые будут работать, например, экспедиторов, грузчиков, которые будут иметь право работать с этими товарами. Ну и, естественно, необходимо сохранять переписку. Это могут быть заявки на поставку, запросы цен, например, какие-то прайс-листы. Ну, то есть любая переписка, которая подтверждает, что вы по этой сделке производили какие-то телодвижения, кроме того, что показали документы в своей отчетности. Если у вас есть доверенности на людей, через которых осуществлялась эта сделка, ну, например, нотариальная доверенность на коммерческого директора или на технического директора, то есть на специалиста, который инициировал заключение договора, например, доверенности на экспедиторов, на водителей и так далее, то это будет лишний камушек на нужную чашку весов, чтобы она была в вашу пользу. Давайте поговорим о том, какие документы могут доказать реальные сделки, потому что документы, как я уже говорила, комплект документов будет разный. Если вы, например, показываете закупку товаров или оказание услуг. Сразу хочу сказать, что оказание услуг или маркетинговые какие-то услуги, это, в общем-то, краснотряпка для налоговиков и сразу процентов 60 за то, что они попытаются доказать, что такие услуги не были оказаны. Значит, если мы с вами говорим о товаре, то есть если предметом договора является товар, в этом случае налоговые инспекторы в первую очередь обращают внимание на доставку товаров. То есть совершенно понятно, что никакие товароматериальные ценности, которые имеют количественное выражение, не могли на крыльях любви прискакать к вам самостоятельно. То есть для их доставки требуется транспорт. И, соответственно, в этом случае документы, которые подтверждают осуществление доставки, то есть это могут быть путевые листы, железнодорожные накладные, товаротранспортные накладные. Ну, то есть документы, которые в идеале, чтобы эти услуги оказывали какие-то сторонние организации, но эти документы должны быть и должны быть правильно оформлены. То есть вот здесь прямая, если можно так сказать, зависимость от квалификации вашего главного бухгалтера и, соответственно, бухгалтерских работников, то есть они должны проследить, чтобы эти документы были оформлены правильно, грамотно, чтобы они имели все нужные реквизиты, то есть номер, дату, подпись, расшифровку подписи, расшифровку должности, печать. Ну, то есть должны быть оформлены в соответствии со всеми бухгалтерскими требованиями. Если ваша компания, допустим, занимается торговлей оптовой или розничной, то есть вы дальше перепродаете приобретенные товары, то в идеале должны быть приложения к договорам, где описывается ассортимент или спецификации. Если, например, вы приобретаете какое-то оборудование или какие-то дорогостоящие инструменты, инвентарь, то в этом случае должно быть распоряжение на приобретение такого инвентаря, опять же, переписка с поставщиками, должны быть оформлены инвентарные карточки, которые подтвердят, что вы не только приобрели, но и поставили на учет в организации приобретенные, например, основные средства. Ну, сейчас есть немножко, так сказать, облегчающая доказательную базу информации. Это, например, если вы работаете с маркированными товарами или, например, с прослеживаемыми товарами, когда у вас есть документы от таможни, которые подтверждают, что груз пересек границу, что на него оформлено ГТД, в этом случае доказывать, что это немнимая сделка, естественно, будет легче. Ну, если вы приобретаете товары, которые не подлежат, допустим, обязательно маркировке или не пересекали границу, то есть не являются прослеживаемыми, не входят в список прослеживаемых товаров, то в этом случае доказывать будет немного более сложно, но нужно подумать тогда, какие средства идентификации для такого товара вы можете предоставить налоговым органам. В этом случае реальность операции по приобретению, дальнейшей перепродаже или использованию в производство могут подтверждать ваши складские документы, но, естественно, они должны быть оформлены своевременно и правильно. То есть это документы складского учета, которые, например, приходные ордера или карточки товаров, книги покупок и книги продаж. Как я уже говорила, внутризаводские накладные, то есть перемещение между разными подразделениями вашей компании. Возможно, маршрутные карты движения в Торции и я по предприятию. Про пуска, про это мы тоже уже говорили. Идеально, если у вас осуществляется входной контроль, ну, например, металл проверяется или какие-то другие, например, сыпучие стройматериалы, то в этом случае можно приложить результаты входного контроля, химической экспертизы. Ну и, соответственно, дальнейшие документы, которые сопровождают движение вашего товара, что вы его куда-то перевезли, и доставили какому-то покупателю, ну, то есть документы по продвижению этого товара, транспортному продвижению и, естественно, документы реализации, что у вас такое-то юрлицо приобрело и документы реализации не просто распечатанные, а заверенные печатью, заверенные подписью с указанием должности или с приложением доверенности, ну, то есть любые документы, которые подтверждают то, что вы с этим, с этими ТМЦ что-то делали, куда-то возили, ну, то есть что они реально где-то существовали, куда-то двигались. В этом случае судебная практика достаточно большая в пользу налогоплательщиков. Если у вас ситуация, когда предметом договора являются услуги, это более тяжелая ситуация, потому что услуги не имеют количественного выражения, то есть можно написать, что одна услуга, но физически это все-таки не то, что вы написали, что у вас есть одна тонна угля. Поэтому нужно обратить особое внимание на то, как оформлены предварительные документы, то есть заказы на какой-то ассортимент услуг, согласование, кто будет проводить, на какой территории будет проводиться, какими средствами будет оказана эта услуга. Ну, естественно, договоры в первую очередь, так же, как и при поставках товаров. И если это касается услуг, то, соответственно, документы движения денежных средств, что услуги были оплачены таким-то образом, то есть не то, что вам в долг на всю последующую жизнь их предоставили, а то, что вы за них заплатили какие-то реальные деньги и платежные документы у вас в наличии, вы можете их предоставить. Здесь нужно вспомнить о том, что договор считается заключенным, если в нем указаны определенные условия, то есть что оказано, кем должно быть оказано, кто будет конкретно исполнитель, какая будет цена, ну, то есть существенные условия договора. особые, ну, скажем так, особое следное отделение вызывают договора на оказание маркетинговых исследований, на какие-то рекламные мероприятия. сейчас, в последнее время, пристальное внимание стали уделять IT-компаниям, которые, например, реорганизуются в отдельное юрлицо. Вот в этом случае доказать, что экономия налогов не была основной целью достаточно проблематично, потому что до тех пор, пока у вас ваша, например, IT-служба оказывала услуги только вашей организации, это было одно, и налоги были другие, то есть они не пользовались льготами, а как только их выделили в отдельное юрлицо, но остались те же люди на тех же рабочих местах, и услуги, которые они оказывают, касаются только вашего предприятия, вот здесь можно на 90% быть уверены, что налоговики сделают стойку на такую ситуацию, то есть если IT-подразделения, например, или бухгалтерия выделены как отдельное юрлицо, то у них должно быть и сторонние клиенты, то есть что они могут существовать за счет оказания услуг не только вашей компании. А... собственно говоря, здесь надо еще особое внимание уделять кадровому документообороту, потому что если у вас до 30-го числа Иванов, Петров, Сидоров были вашими IT-специалистами, а с 1-го числа Иванов, Петров, Сидоров стали работниками другой организации, другого юрлица, но продолжают находиться на том же месте, их техника имеет те же IP-адреса и так далее, то здесь уже будет достаточно сложно. Соответственно, будут разные налоговые последствия. Это сейчас мы с вами говорим пока о оформлении первичных документов, то есть какие документы нужно оформить при таких сделках и на что обратить особое внимание. если у вас идет договор например об оказании консультационных услуг, исследования рынка или что-то аналогичное, то здесь нужно указывать конкретных исполнителей и формат, в котором вам будет предоставлен отчет, подтверждающий оказание услуги. То есть либо это будет какой-то отчет по электронной почте, либо это будет какой-то бумажный документ, либо это будет какие-то например занятия, тренинги, семинары, вебинары, которые будут проводиться устно, но например на вашей территории, либо это будут какие-то консультации например аудиторские, которые будут вам оказываться по телефону, в этом случае значит при закрытии месяца например у вас должен быть отчет, что оказано столько-то консультаций таким-то специалистам и там например указано время, что консультация главному бухгалтеру была оказана в течение часа такого-то числа, естественно это число не должно являться выходным или праздничным днем, ну то есть надо обращать внимание именно вот на такие тонкости. в зависимости от того какие услуги вы принимаете необходимо делать дополнительно например технические заявки например на обновление программного обеспечения при проведении каких-то маркетинговых мероприятий необходимо составить план мероприятий где перечислить что например проводятся промо-акции в таком-то торговом центре такого-то числа таким-то сотрудникам в течение такого-то времени обязательно должен быть отчет исполнителя либо какой-то другой документ который фиксирует что такая услуга была ну например пропуск на территорию для исполнителей что они пришли к вам в цех и прочитали лекцию по безопасности по промышленной безопасности например могут быть вопросы которые заказчик формулирует для исполнителя например на проведение семинара или на проведение вебинара должна быть программа такого мероприятия ну и соответственно если это например аудиторские консультации то желательно чтобы ответы на ваши вопросы были оформлены в письменном формате ну собственно видите здесь нет ничего неисполнимого и нет никаких ну очень уж сложных мероприятий обычно когда правильно ведется документооборот и например вот если мы с вами сегодня рассматриваем в например ERP то есть заполняются все нужные сведения то в этом случае не возникает особых сложностей для предоставления оправдательной документации сейчас мы с вами посмотрим слайдик и перейдем после него в демо конфигурацию для чего чтобы проиллюстрировать как например с помощью конфигурации 1С ERP управления предприятием такие документы можно готовить заранее качественно например по ходу сделки то есть у нас есть очень интересный инструмент это раздел CRM и маркетинг собственно говоря он больше предназначен для коммерческих сотрудников например коммерческих агентов менеджеров но бухгалтер может использовать это для сбора подтверждающих сведений которые можно подавать для доказательства должной осмотрительности то есть терминология немножко менялась то есть сначала у нас была должная осмотрительность потом у нас была экономическая обоснованность потом у нас была деловая цель сделки собственно от изменения терминологии суть не меняется в любом случае предприятие должно доказать что оно белое пушистое не пыталось обмануть родное государство итак вот у нас слайдик который показывает меню раздела CRM и маркетинг сейчас мы переключимся в демо базу и то же самое уже сделаем ручками то есть у нас меню построено таким образом как вы знаете в разделе инсы и администрирование мы задаем первоначальные настройки то есть например что мы будем что мы активируем какой-то определенный раздел а после этого мы уже переходим в сам конкретный раздел и здесь заполняем информацию которая должна быть оформлена уже рядовыми сотрудниками ну вот например в разделе инсы и администрирование есть подраздел так сказать грубая настройка для активации функций по разделу CRM и маркетинг вот у нас здесь это возможность его открыть и здесь уже мы проставляем чекбоксы то есть зеленые галочки такие которые активируют возможность работы с настройками то есть будем ли мы вести независимо партнеров и контрагентов будем ли мы фиксировать претензии которые возникают например при поставке некачественного сырья или товаров поврежденной упаковкой ну то есть работа с претензиями будем ли мы рассматривать работу с бизнес регионами если мы ставим здесь флажок то соответственно у нас активируется дополнительно целый блок аналитики по которому можно анализировать активность тех или иных регионов магазинов и так далее будем ли мы учитывать проекты это очень важно особенно для проектных организаций которые оказывают услуги оказывают услуги ну и получают естественно услуги что если у нас с вами есть проект например автоматизация складского учета в этом случае у нас затраты по этому проекту будут консолидироваться и соответственно мы сможем предоставить какие-то отчеты какие-то анализы ну и соответственно видите здесь достаточно много настроек хочу сразу обратить ваше внимание что программы ERP и управление холдингом они построены немножко не так как бухгалтерия то есть если в бухгалтерии мы например видим сразу весь функционал который имеется ну например отличие обычной бухгалтерии от бухгалтерии корп то в ERP многие подразделы скрыты и пока мы не проставим нужный флажок доступа к этим подразделам не будет это мы с вами посмотрели настройки CRM и точно такие же настройки у нас есть по маркетингу то есть соответственно мы задаем что будем использовать после того как мы через раздел МСИ и администрирование установили необходимые флажки мы переходим в настройку CRM и маркетинг и вот здесь уже у нас есть раздел настройки и справочники в которых можно дополнительно задавать какие-то параметры то есть если вы например создаете роли контактных лиц и пишете директор там Иванов коммерческий директор Петров ну и так далее то у вас эта информация будет отображаться достаточно во многих документах то есть это могут быть и например заявки на поставку и заявки на снабжение и достаточно много других документов которые могут выступать в качестве доказательной базы когда у вас запрашивают информацию фискальные органы снова возвращаемся к нашим слайдам и кроме того что мы задаем настройки которые позволяют формировать нужную документацию мы должны обязательно внимание уделить справочнику контрагентов почему потому что здесь есть функции которые позволяют сформировать первичные оправдательные документы то есть проявить так сказать должную осмотрительность то есть проверить через налоговые органы что ваш контрагент состоит на учете в налоговых органах что про него размещены достоверные сведения в ЕГРЮ в ЕГРИП и что по этим сведениям контрагент не имеет каких-то нарушений и есть еще одна система один из парк то есть это позволяет это этот сервис позволяет оценить риски которые у вас возникнут при работе например с какими-то контрагентами и кроме того что вы должны проверить контрагента вы должны проверить сам договор который у вас с этим контрагентом заключен сейчас мы снова с вами перейдем в демо версию и это мы пока закроем это нам сейчас не нужно и например ну закупки когда мы осуществляем какие-то закупки у партнеров переходим в раздел закупки и то что я уже показала то есть первое это поставщики то есть это карточка контрагента что нас здесь должно заинтересовать когда ваши сотрудники вводят информацию о вашем новом например партнере то необходимо у партнера запросить определенный пакет документов это раз и второе проверить его именно по регистрационным данным пакет документов это обычно устав свидетельства регистрации разрешенные виды деятельности потому что может быть у него вид деятельности народный промысел а он торгует спиртными изделиями естественно я утрирую но тем не менее соответствие того что вы собираетесь от него получить тому что разрешено данному партнеру вы должны проверить к сожалению вот у меня не очень быстро открывается но пока оно открывается мы можем еще слайдик посмотреть снова вернемся к слайдику и значит вот наш контрагент это карточка контрагента ну вид контрагента мы выбираем то есть это может быть юридическое лицо может быть физическое лицо может быть индивидуальный предприниматель о открыл а вот ну значит сейчас мы с вами выберем любую ну вот базу например опять можно состариться пока она откроется к сожалению демо базы не очень шустро работают потому что во первых много информации во вторых мало места значит карточка контрагента у нас выглядит вот таким образом то есть на закладочке основное задаются основные регистрационные данные и вид контрагента вы выбрали а вот после этого вводите ИНН и есть и в 1С на самом деле есть и в свободном доступе есть и у многих других в многих других программах сервис проверка контрагента то есть в этом случае вы вводите ИНН и вот в 1С вот такой стрелочкой пиктограммка стрелочка запускаете этот сервис в этом случае у вас уже автоматически происходит сбор информации из открытых регистрационных источников вот открылось значит обратите внимание юридическое лицо и физическое лицо это немножко разные понятия значит здесь вы можете выбрать лиц компания или частное лицо в этом случае здесь мы ИНН не вводим а вот если мы выбираем например физическое лицо то есть партнер у нас может быть состоять из групп компаний ну например как сетевики юрлицо одно а магазинов много или холдинговая структура когда наоборот партнер например мегаполис а юридических лиц у него несколько значит я неудачно открыла вот так вот сделаем при вводе ИНН у нас срабатывает сервис проверка контрагента и в этом случае проверяются все данные это очень удобно еще с той точки зрения что этот сервис заполняет имеющимися в наличии данными карточку то есть он пишет правильное название юрлица он пишет ну вот у меня банк вот так вот называется вид контрагента юридическое лицо и соответственно не только заполняет регистрационные сведения ну и заполняет сведения о должностных лицах то есть во-первых указывает правильно адреса телефоны вот видите мы сюда переключаемся заполняет фактический адрес юридический адрес то есть это сведения которые должны указываться в счетах фактурах бывает достаточно часто к сожалению что при регистрации например менеджеры отдела закупок или отдела продаж не заполняют вот эти данные и тогда для того чтобы сформировать карточку контрагента например для налоговой инспекции вам придется потратить время на то чтобы проверить достоверность данных которые у вас указаны которые будут выведены в печатную форму и сведения которые указаны в регистрационных данных вот эта пиктограммка которая позволяет запустить ИНН ну вот в наших демо базах поскольку примеры не живые а так сказать сфантазированные то здесь этих данных к сожалению я не могу продемонстрировать как они проверяются но сам по себе сервис его например если у вас сопровождение подпиской ЭТС проф то такой сервис для вас доступен бесплатно на одно юридическое лицо если у вас подписка ЭТС техно то вам этот сервис придется ну за дополнительные денежки приобрести но сумма очень дружественная то есть например на год сервис проверка контрагента стоит порядка четырех тысяч там либо три восемьсот либо четыре восемьсот зависимости от того сколько вам надо насколько рабочих мест ну абсолютно такая же ситуация у нас с адресами телефонными и электронной почтой то есть если вы указываете электронную почту то соответственно у вас уже во все первичные документы пойдет полная информация и уже будет более сложно доказывать что вы узнать не знаете где этот контрагент находится и вообще он реально существует или нет и следующий момент на который нужно обязательно обратить внимание это договоры то есть мы из карточки контрагента юридического лица можем перейти вот верхняя панелька меню перейти в карточку договоры и сейчас создам чтобы мы сразу могли пройти несколько шагов и уже в договорах указывает соответственно те данные которые вы имеете в отношении этой сделки которая должна происходить то есть вот у нас список договоров которые открываются по переходу и здесь в каждый конкретный договор мы можем войти сейчас я карточку договора открою и здесь точно так же проверить полноту и правильность заполнения этого договора ну во первых должен быть номер должен быть указан срок действия с какого например по какое и обязательно должен быть указан статус какой имеет данный договор может быть он уже закончился может быть он действует до сих пор и правильно заполненные стороны договора То есть вот эта вот часть заполняется автоматом, по тем сведениям, которые вы указали про свою организацию, и по тем сведениям, которые вы указали в справочнике контрагентов, в карточке контрагента. Обратите внимание, здесь же указывается, например, менеджер, который работал с этим юридическим лицом. Сейчас мы переключимся. И когда вы заполняете карточку, у вас есть вот такое красное подчеркивание, которое показывает, что вы это поле должны заполнить обязательно, иначе программа не даст вам провести карточку. Закладочки «Расчеты и оформление» здесь тоже обязательно проверьте. Ну, понятно, что валюту вы поставите по-любому, и детализацию расчета вы тоже проставите, но не забывайте и про остальные поля, которые нужно заполнять. Ну и, собственно говоря, аналитика, которая классифицирует задолженность по данному договору. То есть, если, например, у вас производственное предприятие с длительным циклом, то по такому договору может задолженность быть не краткосрочной, а долгосрочной, то есть более 12 месяцев. Ну, а на закладочке «Комментарии» вот здесь вы можете указать информацию, которая поможет вам отбиться от претензий налоговиков. Ну, например, как зовут любимую собачку-хозяина, или где расположены склады, или пути подъезда, например, к местам погрузки, разгрузки. Итак, снова вернемся к нашим слайдам. И после того, как мы посмотрели на самой программе, на что нам нужно обратить внимание, то есть это в первую очередь полнота заполнения всех справочных данных. А вот теперь мне хотелось бы сказать еще один момент про дробление бизнеса. Он имеет непосредственное отношение к претензиям налоговых инспекций. Правда, в этом случае доказывать, допустим, реальность сделки бывает немного труднее. То есть в этом случае мы должны будем доказать экономическую обоснованность работы со собственными юрлицами. Ну, чаще всего традиционно у нас разбивается, что бизнес ведется несколькими юридическими лицами. Само по себе это не возбраняется. Но вот если эти юридические лица применяют разные налоговые режимы, то есть разные спецрежимы, например, упрощенка и общий режим, или какие-то льготные виды бизнеса, опять же, общий режим. А вот здесь уже риски очень повышаются. Собственно, основной риск это то, что налоговая инспекция посчитает, что это искусственное дробление бизнеса и объединит их, то есть консолидирует во все группы, все предприятия вашей группы в одно юрлицо. Соответственно, в этом случае, если вы применяете упрощенку, то это может быть превышение разрешенных параметров, разрешенных лимитов. Соответственно, в этом случае вам грозит доначисление и НДС, и налога на прибыль. Ну, соответственно, если это у вас не юрлицо АЭП, то начисление НДФЛ. И если у вас ваши юрлица применяют спецрежимы, соответственно, они теряют право на применение спецрежима. В последнее время появился еще один повод, скажем так, для беспокойства. Это когда предприятия, например, все на общем режиме налогообложения, но для применения пониженной ставки, например, по страховым взносам, 15% вместо 30% производит начисление сверхмрод для субъектов малого и среднего предпринимательства. То есть, если налоговики такую консолидацию, ну, как бы, отстаивают, то компания теряет право на применение пониженной ставки. Должная осмотрительность и налоговая реконструкция. Вот это небольшая ложка меда, потому что в прошлом году, в марте, позапрошлом, извините, году, в марте, наконец, случилось то, чего бизнес очень долго ждал. То есть, с 2017 года было много переговоров, обсуждений и так далее, и в конце концов налоговая пошла на уступки и признала право на налоговую реконструкцию. То есть, для того, чтобы минимизировать последствия, теперь можно применять и такую опцию. То есть, налоговая реконструкция – это, по сути, расчет налогового платежа, который должна была бы выполнить ваша компания, если бы она не применяла комбинации, например, юридических лиц с разными налоговыми режимами. Ну, то есть, в стандартных экономических условиях. То есть, налогоплательщик мог и не знать, например, что какая-то фирма – это техническая фирма, а не реально существующая. Вот в этом случае, знал он или не знал, имеет большое значение, но от ответственности не освобождает. Единственное, что если налогоплательщик докажет, что ни сном, ни духом, и вообще первый раз слышит о техническом характере контрагента, то в этом случае налоговые последствия будут неумышленные, и в этом случае размер санкций снижается вдвое, то есть с 40% до 20%. Это называется налоговая реконструкция. Во время налоговой реконструкции добросовестность компании или физлица оценивается по таким критериям. То есть, владел ли налогоплательщик информацией о местоположении клиента, какие у него есть основные средства, например, здание, производственная цеха. То есть, достаточно ли у него было основных средств для осуществления этой сделки. Что у вас не было документальных свидетельств о том, что эта компания, этот контрагент не в состоянии осуществить, ну, как бы выполнить условия договора. О том, что у него есть необходимые люди, ну, например, там технологи или лаборанты или еще какие-то специалисты. Что вы, если, например, вы должностное лицо, кто-то из руководителей, кто инициировал заключение договора, что вы общались с физическим лицом, что вы его в глаза видели, что это не фотография героя, а на самом деле существующее лицо. И что о нем не были размещены сведения, например, о банкротстве, о ликвидации. То есть, это берется информация из открытых источников, и вы должны заботиться тем, чтобы эту информацию посмотреть, может быть, даже распечатать. Достаточно часто для этих целей используются открытые источники или бесплатные сервисы. Ну, например, это сайт за честный бизнес, который дает достаточно полное понятие о вашем контрагенте и о степени риска при работе с ним. О, извините, проскочила. Ну, и в конце концов, если в действительности спорные контрагенты действительно имели с вами место, может быть, вы с этим контрагентом работаете уже не первый раз, но, например, его директор попал в список должностных лиц, про которые предоставлены недостоверные сведения. Вы про это можете не знать. И, в принципе, как бы ни сном, ни духом первый раз. Но, тем не менее, налоговики, естественно, обратят на это внимание. И в этом случае контрагент, по их понятиям, стал спорным. Но вы с ним работали, вы с ним получали, например, какие-то товары, услуги и так далее. Это было реально. Вы проявили должную осмотрительность. И в этом случае, если налоговики, например, чаще всего порядок действия налоговиков в таких случаях следующий. То есть выставляется требование о том, что вы должны прибыть в налоговую инспекцию, на комиссию, например, по НДС. И вам предъявляют претензии, что ваш контрагент является недобросовестным плательщиком, и вы должны подать уточненную декларацию, в смысле добровольно убрать вычет, который, например, вы сделали на основании его документов. Вот если у вас есть реальные доказательства того, что сделки с этим контрагентом были реальными, то торопиться на исполнение претензий налоговых органов никакого смысла нету, потому что очень высока вероятность, что вы сможете доказать о том, что это не нарушение, о том, что с вашей стороны проявлена должная смотрительность, ну и, соответственно, чтобы избежать доначисления налогов, вы вот предоставляете такую информацию. Итак, мы с вами поговорили про то, что, допустим, программа ERP, которая имеет раздел CRM и маркетинг, которая позволяет ввести информацию очень подробную и о должностных лицах, и о местах, например, расположения складов, магазинов, об учете товаротранспортных накладных. То есть это, например, в меню закупки можно ввести и разделы, которые заполняют в разделе маркетинг, будут, соответственно, отражены и в других документах, и вы сможете предоставить дополнительно эти сведения в налоговые органы. Если, например, у вас сугубо специфичная бухгалтерия, то такой подробной информации там вы ввести не сможете. Естественно, регистрационные данные там тоже вносятся, но уже не в таком объеме. Для доказательства должной осмотрительности, для доказательства деловой цели сделки, о том, что вы не имели целью снижения налоговых последствий, в программе именно в конфигурации 1S ERP достаточно много, ну, практически весь раздел CRM и маркетинг позволяет вам скомплектовать и предоставить такую документацию достаточно быстро. То есть, как вы видите, здесь у нас есть и маркетинговые мероприятия, то есть можно написать, например, план проведения презентации, можно сделать план каких-то рекламных мероприятий, осуществить рассылку клиентам, ну, то есть доказать, что вы реально в поте лица работали, что это никакая не минимизация налогов, а, в общем-то, честная деятельность. А снова сейчас вернемся к нашим слайдикам и вернемся с вами к началу. И вот на что мне хочется обратить внимание. То есть вся доказательная база, которая требуется для того, чтобы подтвердить вашу добросовестность, подтвердить деловую цель сделки, у вас связана с первичными документами. А первичные документы у вас должны быть зарегистрированы в вашей программе. То есть насколько полно вы первоначально внесете данные, настолько легче вам будет доказывать свою правоту или сопротивляться, ну, скажем так, наезду фискальных органов. На этом разрешите нашу встречу закончить. Я еще раз хочу вернуться к титульному листу, показать вам наши контакты и пригласить вас к дальнейшему сотрудничеству. Мы будем очень рады дальнейшим взаимодействиям. На этом компания Кодерлайн прощается с вами. Надеемся, что информация оказалась для вас полезной. Разрешите пожелать вам всего доброго и до свидания.